добрый день дорогие друзья пришло время нашего очередного урока несколько секунд мы подождем чтобы увидеться что и подключение есть и может быть какие-то у нас люди появятся и начнем разговор прошли все праздники все серьезные праздники прошли имеется ввиду роша шана йом кипур вот появляется первый человек здравствуйте лидия если будут какие-то я не знаю повреждения на линии вы пожалуйста сообщайте чтобы хоть с вами знали об этом все праздники прошли ну и жизнь снова начинается до годичный цикл замкнулся замкнулся и начался снова вот чем хорош цикл что он цикличен что одно заканчивается и тут же начинается следующее и и мы с вами снова в эту субботу начинаем годичный курс чтения тары видишь не не курса цикл годичный цикл чтения тары ну и вполне логично и понятно что если мы начинаем в эту субботу чтения тары хотя мы уже первую главу прочитали прочитали в праздник симхат тора вот было в субботу здесь у нас в израиле и в минху в субботу мы читали уже кусочек из лавы берешит сегодня в синагоге читают ну в субботу будет вся глава прочит конечно же хочется поговорить именно об этой главе ну и не только об этой главе а вообще в принципе о изучении тары значит сегодняшняя тема нашей беседы будет изучение тары я всю жизнь мучает один вопрос ну на который как бы я отвечаю и не отвечаю из года в год мы прочитываем все все пяти книжек всю книжку тары мы прочитываем за один год известно что еврейские дети по традиции начинают изучать тару с пяти лет ну я не знаю уже двадцати годам они уже энное количество раз а именно 15 раз прочитывает пяти книжек это уже не такая большая книжка ну и естественно достаточно хорошо запоминает сюжет запоминает все что там написано человек со средней памятью в общем-то запоминает но мы продолжаем читать продолжаем читать ну до самой смерти каждый год мы прочитываем ее заново за неделю недельная глава и так что вот за год мы прочитываем ее полностью вопрос зачем мы это делаем так велено да ну а у нас велено изучать тару можно изучать по-разному кусочками там и здесь по слову зачем мы снова все прочитываем зачем мы читаем зачем мы каждую субботу посвящаем иное количество времени в молитве для того чтобы прочитать вот этот недельный отрывок чтобы в конце концов в конце цикла получилось фестатора этот вопрос на самом-то деле он очень интересен все в принципе всегда задавание вопросов это самое главное чем больше чаще ты задаешь вопросы конечно ты можешь стать неприятным всем остальным но на самом деле задавание вопросов это есть ну некое движение когда ты перестаешь задавать вопросы и тебе становится не очень интересно это значит ты сильно постарел и время движется к концу пока задаешь вопросы ты молод силен и у тебя все впереди и так зачем мы из года в год читаем эту книгу от начала и до конца вот мой вопрос ну вы мне скажете ответите крылатой фразой есть такая фраза что повторение мать учения повторение мать учения и тут я вам задаю следующий вопрос а почему повторение мать учения вот я отец я не мать я отец и мне как-то даже обидно почему не сказано что повторение это отец учения почему мать учения давайте разберемся в этом казалось бы ну не существенном вопросе. Ну, сказал и сказал. Повторение мать учения. Но на самом деле в этом есть смысл. Вот в чем дело. И тогда, может быть, мы, разобравшись, почему повторение мать учения, поймем, зачем нужно повторять. Чем отличается отношение родителей к детям? Отношение матери к детям, отца к детям. Я как-то прочитал у психологов, что мать любит своих детей безотносительно. То есть неважно, кем станет ее ребенок. Абсолютно неважно. Ей важно другое. Чтобы ребенок был здоров и более-менее благополучен. А будет ли он космонавтом или будет он дворником, ей все равно. Если он счастлив, как дворник, пусть он будет дворником. Для отца нет. Для отца важно, кем будет ребенок. Вот отец немножечко любит своих детей за что-то. Откуда мы это учим? Из известной фразы, что Ицхак и Ривка имели двоих детей. Исава и Яакова. Значит, и написано, что Ицхак любил Исава за то, что тот был охотник. А Ривка любила Яакова, написано. Просто Ривка любила Яакова. И из этого мы делаем вывод, что он любил сына, потому что тот охотник, славная профессия охотника, помогает человеку прожить достойную жизнь и вообще мужественный, крепкий, охотится. А мать любит просто сына Яакова. Значит, если мать любит безотносительно, не связано с достижениями ее детей, то и повторение, мать, учение, оно должно быть безотносительным. Не потому, что я говорю, ааа, я хочу выгоду. Я вот буду повторять, повторять, повторять и доповторяюсь. Я так хорошо это изучу, что просто вот сил нет никаких. Нет. Нужно повторять ради, вот не ради чего, просто повторять. Безотносительно. Это первый вывод, который я делаю. И второй. Ну, вот в Кабале, вы, наверное, уже знаете все это слово. Есть всякие духовные сущности. Есть сущность Аббов и Има. Аббов и Има. Отец и мать. Есть такие духовные сущности. Так вот, Абба это правая сторона, Има это левая сторона, правая и левая сторона. И есть еще такое понятие, как Захарный Кива. Тоже есть сущности. Мужское и женское начало. Так вот, мужское начало, оно всегда отдающее начало. Женское, оно берущее. Има это левая сторона, это суд, это пристрастное отношение. То есть, с одной стороны, безотносительная любовь, любовь ни за что. Любовь, потому что любит. Это первое качество матери. А второе, то, что оно берет, принимает, и в этом очень строга. Следит за тем, чтобы прием был абсолютно справедливым, четким, жестким, ну, суд. Суд, да. И это тоже очень важное качество в момент обучения. Принять, не просто взять куда-то и положить в сторону. Знаете, мне дали книжечку, я ее положил на полку, она там лежит. Нет. Я должен принять это, лекабель, в себя впустить этот материал, присвоить, и быть в этом деле очень строгим. Поэтому, вот видите, повторение мать-учения, это, с одной стороны, я это делаю безотносительно, не потому что жду награды. И второе, я это делаю очень пристрастно и серьезно с точки зрения содержания. Я его хочу присвоить и делаю это очень ответственно. И вот это вот я распространяю как раз на Тару. Если я читаю или изучаю Тару из года в год, от начала и до конца, то, конечно же, дело не в том содержании, которое есть в этой книге. В этой книге есть какое-то содержание. И, как правило, люди, читающие ту или иную книгу, они ищут некую пользу. Ну, что мне от того, что я буду читать эту книгу? Ну, некоторые получают удовольствие от текста, да? или некоторые узнают что-то полезное для себя. Но если сюжет известен, если текст известен, и все наперед, ты знаешь, что там написано, то вроде уже ничего полезного ты для себя не можешь взять. Однако, ты продолжаешь эту книжку читать. Значит, я делаю очень простой вывод. чтение, изучение Тары не связано ни с какой пользой, которую мы получаем, ну, я имею в виду рациональной пользой, которую мы получаем или можем получить из этого текста. Почему? Потому что текст нам известен предельно, содержание нам известно. И второй очень важный вопрос. Вообще, в принципе, когда мы читаем Тару, мы узнаем для себя что-то полезное. Узнаем для себя что-то полезное, это значит, берем что-то из текста и делаем это частью своей жизни. Например, есть какой-то персонаж, который поступает так, так и так. Я себе говорю, да, вот я буду ему подражать, потому что он правильно поступает. Из всего видно, что он правильно, что он хороший человек. И я постараюсь в жизни делать то же самое. Вот можно таким образом относиться к тексту Тары. Я считаю, что нельзя. Ни один персонаж не может быть для меня примером. Есть известная притча, когда Раби Зюзи попадает на небо, он сказал, я когда попаду на небо, Всевышний меня же не спросит, Раби Зюзи, почему ты не был Мушер Абейну, почему ты не был Моисеем, почему ты не был Раби Зюзи, если я родился вот таким, я не должен быть Мушер Абейну, потому что если бы нужно было, чтобы я был Мушер Абейну, родился бы, как Мушер Абейну. Поэтому факт моего рождения вот в этом теле, в этом месте, и в этой стране, и у этих родителей, он не случайен. И поэтому персонажи из Тары не могут служить для меня примером, ну, сказано так, там, Всевышний, Всевышний милосерден, и ты должен быть милосердным. Ну, это некое такое теоретическое замечание, знаете, потому что если разбираться, что такое милосердие Всевышнего, милосердие человека, да, Мушер Абейну любил еврейский народ, и ты должен любить еврейский народ. Ну, знаете, это пример, он нерелевантный. На самом деле, я не могу любить еврейский народ, как это делал Мушер Абейну, что он делал, по-своему, а я это делаю, если делаю, то по-своему делаю. Поэтому еще один известный момент, что мы из Тары, Тара, это письменная Тара, из Тары мы не учим закон. Закон, наш закон учится не из письменной Тары, а известно, что он учится из устной Тары, да, то, что мы называем Талмуд. Поэтому получается, что книга Тара, которую мы читаем, она, ну, вроде бы, ее чтение нам никакой явной пользы не приносит. То есть, я оттуда не учу закон, я знаю все наперед, я, для меня образы и события не являются примерами моей жизни. И получается, вот это вот полная безотносительность. Я читаю Тару, потому что я должен читать Тару, точка. И даже если я ее знаю очень хорошо, и я знаю сюжет замечательный, и могу даже наизусть пересказывать какие-то куски, это не важно. Я ее должен снова и снова читать. То есть, я делаю очень простой вывод. Сам факт чтения Тары и есть смысл. Смысл заложен в самом факте чтения Тары. И поэтому знаю я или не знаю, разбираюсь или не разбираюсь, я открываю эту книгу и начинаю ее читать. Читать желательно медленно, читать внимательно, и вы увидите, что как только вы медленно и внимательно начинаете читать эту книгу, у вас тут же возникает огромное количество вопросов. И как только возникает огромное количество вопросов, это знак того, что книга с вами начинает общаться. Как только вы чувствуете, что все вам понятно, каждое слово понятно, понятен сюжет, Вот. По мне, так можете закрывать эту книгу. Она для вас уже закрыта. Чтение Таро должно рождать вопросы, должно рождать непонятности. И вот эти вот желания ответить на непонятное, это и есть знак того, что вы с Таро общаетесь. Поэтому, когда вы начнете читать Таро, а эта книжка, на мой взгляд, должна быть в каждом доме, и человек время от времени должен ее листать и читать, на понятном ему языке, ну, желательно на иврите, но можно и на любом другом, и желательно ответить на себе на вопрос. Я вообще понимаю, что я читаю? Если понимаю, жалко, жалко, значит, книга для меня закрыта. Если перестаю что-либо понимать, книга для меня начинает открываться. Вот это вот очень важное вступление, которое я хотел сделать, потому что тогда, может быть, чтение и принесет какую-то реальную пользу. А оно принесет пользу. И пользу не в том, что я там умозрительно узнаю, как себя вести. Нет, польза совершенно в другом. Может быть, со временем мы как-то к этому вопросу вернемся. Наши мудрецы говорят о том, что у Тары 70 лиц, то есть она многообразна. И что Тара изучается в основном на четырех уровнях. Текст Тары изучается на четырех уровнях. Эти уровни, они очень важны. Самый верхний уровень – это уровень сюжета. То есть то, что называется пшат, простой уровень. Очень простой уровень сюжета. Кто кому дядя, кто кому сват, кто куда пошел, кто что сделал. Сюжет, простой сюжет. Второй уровень – это уровень намека. Когда текст тебе на что-то намекает. Вроде говорит одно, но намек на другое. Третий уровень – это уровень объяснений, толкований. Когда я из филологических соображений или сравниваю какие-то разные куски в разных местах, пытаюсь анализировать, что здесь написано, применяя некую человеческую логику. Вот анализ – это вот третий уровень. Значит, сюжет, намек. Следующий уровень – это анализ. И самый низкий или самый высокий, четвертый уровень – это сот, это тайна. То есть, в этих словах скрыта какая-то тайна. И эта тайна тоже может быть нам открыта. И все это я узнаю через комментарии. Поэтому возьмите любой нормальный текст Тары, вы увидите, что там огромное количество разнообразных комментариев. И с комментариями никто никогда не спорит. То есть, я не могу сказать, ага, этот комментарий неправильный. Нет, не бывает неправильных комментариев. Бывают интересные комментарии, неинтересные. Бывают комментарии, которые меня наталкивают на какую-то другую идею или не наталкивают. Поэтому комментариев огромное количество. И каждый может себе комментировать. То есть, комментарии – это мое понимание текста на разном уровне. Или на уровне сюжета, намека, объяснения или тайны. Та же книга «Зоар», основа Каббалы, это тоже, по существу, комментарии на Тару. Весь «Зоар» – это комментарии на Тару. Ну, такие же шире комментарии. Вот я вам это все рассказал. И поэтому теперь мы можем с вами прочитать хотя бы одно или два предложения. стиха из первой главы, и хоть посмотреть, что это такое. Значит, в самом первом стихе написано так. Я читаю сначала на иврите, потом дословно вам перевожу. Слово «берешит» – буквально, если я переведу это слово на русский язык – «в начале». Или «решит» – это начало, первое. «Берешит» – это «в первом» или «в начале». Значит, слово «в начале» – «бара» – «сотворил». На иврите снова «сотворил» означает «что-то из ничего». То есть, вот ничего нет, и из этого ничего делается что-то. Может ли человек понять, что такое творение? Ответ – не может. Почему? Потому что мы не можем понять, что такое ничего. Если это ничего, то об этом и говорить нечего. Нужно это ничего. Там, где нет ничего, вообще ничего, о чем говорить? Должно быть что-то. Поэтому слово «творение» – «бара» – для нас абсолютно недоступно. Хотя мы каким-то образом это слово приспосабливаем для своей жизни. Вот он сотворил нечто, имеется в виду, создал что-то, что до него не было. Хотя это не так. Конечно, это было до него, хотя бы элементы были. Он не может создать элементы. Он взял там куски глины и сделал из него скульптуру. Роден. До Родена не было такой скульптуры. Но глина-то была. Он ведь не сам глину придумал, он ее не создал, эту глину. И до этого были какие-то другие скульптуры, но не такие, как эта. То есть нельзя сказать, что он сотворил скульптуру. Нет. Он ее извоял, он ее сделал. Это уже другие глаголы. А сотворить, творение – это для человека невозможно. Значит, мы на самом деле не очень знаем, что такое в начале. В начале чего? Что такое начало? Мы говорим вот ноль. Что такое ноль? Ноль – это некая общепринятая точка отсчета. Но это общепринятое. Мы говорим вот с этого момента будем говорить ноль. Мы просто договорились, что нам удобно считать, что это ноль. Но что такое ноль по смыслу? Что такое это? Мы не знаем. Это условно принятое обозначение, так скажем. Мы обозначили это как вот так. Значит, слово «берешит» мы не понимаем. Слово «творить» как слово мы понимаем. Звуки мы понимаем. Но что это такое? Мы не понимаем. Дальше идет «эллоким». Мы говорим, ага, это одно из имен Всевышнего. Что оно означает? «Элле» – это сила. «Эллоким» – это силы. Значит, если дословно говорить, то это источники каких-то сил. Каких мы понятия не имеем. Что это за силы? Мы не знаем. Потом нам мудрецы скажут, что это имя обозначает качество суда. Левая сторона, качество суда, отношение к суду. Но мы уже знаем, что такое суд. Суд – это когда кто-то что-то сделал, и ему за это что-то будет. То есть, есть некий закон. Этот закон как бы вот прикладывается к твоему деянию, и из этого делается некий вывод. Но это мы потом договоримся, что это так. А что такое на самом деле «эллоким» мы не знаем. Дальше. Это «шамайм» – небо. Что такое небо? Небо – это то, что над нами. Просто вот то, что сверху – это все называется небо. Может, это атмосфера, а небо – это до облаков, выше облаков. Это тоже некое понятие, которое мы просто договорились, что небо – это будет… Вот когда я поднимаю голову, куда смотришь? На небо смотрю, да? А по небу плывут облака. Это мы просто договорились, что вот небо – это будет где-то там, надо мной. А если потолок, то уже небо не видно. Опять-таки некая договоренность. И последнее слово «арец». Это «арец». Что такое «арец»? Дальше будет понятие «суша». Чем «арец» отличается от суши? Может быть, «арец» – это весь земной шар, да? Там, где леса, поля, реки, горы, моря. И это все «арец». Мы говорим «кадур аарец» – земной шар. Может быть, «арец» – это вот некое обитание нас. А может быть, вся материальность, может быть, «арец» называется, или еще что-то. То есть, если так вот придирчиво относиться к тексту, то я увижу, что на самом-то деле из первого предложения, там всего лишь семь слов, да? Я, по большому счету, не понимаю ни одного. Что же я делаю, если я не понимаю ни одного слова? Я тогда говорю так. Да, я не понимаю глубинную сущность этих слов, но мы договариваемся, мы договариваемся в языке своем, что под этими словами мы будем понимать это, это и это. Да, да, но мы договариваемся, что это условно. Я, я, мы, наше общество, сообщество приняло, что под словом «берешит» мы понимаем вот в начале, в начале некоего процесса, я не знаю, первый класс, первый раз, первый класс. Некий процесс обучения – это вот первый класс – это начало, мы там приняли. Да, или вот старт – это начало того, что мы будем бежать. Мы понимаем, мы понимаем, что такое сотворять, мы не можем суть этого слова понять, но мы договариваемся, что это такое. По существу, по каждому слову мы договариваемся, как мы это понимаем. Поэтому нужно понять одну простую вещь. То, что я прочитал, никоим образом во мне не отражает некой реальности, потому что здесь реальности не существует, я не понимаю ни одного слова. Здесь есть некая договоренность в понимании. Это очень важно понять. И тогда мы можем прийти к очень интересному выводу, что Тара, как божественная книга, как некая весть, пришедшая сверху, она для нас закрыта. Она никогда не может быть нами истинно понята, что есть некая договоренность между нами, когда мы эти слова говорим, что они обозначают нечто, они для нас некие понятия, которые мы сами ввели, наполнили их смыслом. И через эти понятия мы пытаемся понять действительно, что там сверху, откуда пришли эти слова. Можем ли мы это доподлинно четко и ясно понять? Ответ – нет, не можем. И вот возникают вот эти четыре уровня. Мы можем логический сюжет построить, но не из первой фразы, конечно. Мы можем намеки какие-то здесь поймать. Мы можем попытаться через какие-то книжки тайну какую-то понять, что такое Элоким, что такое Решит, что такое Шамаем, что такое Арес. И все это намекает на что-то. Но буквально, впрямую воспринимать то, что здесь написано – это неправильно. Это неправильно. Поэтому всякий раз, когда мы читаем Тару, особенно самое начало, вот моя личная просьба была бы к вам такой – отключите свое воображение. Не пытайтесь себе представить то, что вы читаете. Иначе получится какой-то мультфильм. Да, там и раступилось море, и вода стояла, как стена справа и слева. Ну, я это представляю некий мультфильм или некий вот такой голливудский фильм с такими эффектами. И некоторые считают – да, вот действительно, вот это вот море, оно раступилось, и мы пошли. Там же так написано, да, и пошли они по суше. И когда я так воспринимаю, то есть я воспринимаю на самом простом уровне, на уровне сюжета, все три остальных уровня я исключаю – намек, объяснение, тайну. Рамбам говорит, что это похоже на идолопоклонство. Вот просто чтение Тары на уровне сюжета – это чистой воды идолопоклонства. А если я буду относиться к этому тексту как… Да, это есть некие слова, и эти некие слова для меня – понятия. Я понимаю, что они понятия. Они введены людьми для того, чтобы хоть как-то ориентироваться, хоть как-то в этом содержании находиться. Я же не могу некую полную абстракцию воспринимать. Очень сложно. Можно нарисовать некие знаки и произносить их. А, о, у, у, какие-то знаки, как математические формулы. Ну, тогда этой бы книжкой занимались избранные люди. Она же должна быть, в общем-то, каким-то образом интересна для всех. А вот если знаки – это только избранные. Небольшая кучка людей могла бы только осилить вот все эти знаки и каким-то образом их проходить. Но нет. Поэтому она написана словами, в которые мы вкладываем некий смысл. Мы должны понять, что вот этот смысл не есть истина. Это есть либо намек, либо мы должны работать с этими словами, либо какая-то тайна скрыта за этими словами и прочее, и прочее, и прочее. Итак, каждое предложение, каждое предложение, которое мы будем читать, оно именно такое. Следующее предложение. И была земля, и написано «Тогу вавогу». Тогу. Тогу – это состояние общей перемешанности. Это такой хаос. Хаос. Все вместе. Да? Возьмите первое, второе, третье, четвертое блюдо и все, смешайте это в большой кастрюле. Вот это хаос. Непонятно, что это такое. Он говорит, что это такое? Это еда. А из чего она состоит эта еда? Она состоит из борща, котлет, пирожные там есть, там пивка немножко налили, все это размешали. Замечательно. Вот теперь это ешь. Он говорит, я это есть не могу. Потому что человеку нужно вот так понимать, что он ест, хоть чувствовать какой-то вкус. Это какая-то белиберда. Так вот, вот «Тогу вавогу» мы тоже не знаем, что такое. Тогу – это хаос. И написано вот «вогу». «Вавогу и в нем он». Кто он? Хаос и в нем он. Мы можем себе представить, ну, некое полное смешение всего. И в нем он. Ну, кто он? Кто он? Создатель, творец или этот Элуким, который мы до этого встретили? Непонятно. И дальше написано тоже вот. «Вэхошэхальпней тегом». И тьма над поверхностью пропасти. Над пропастью. Тогу тегом. Тегом – пропасть. Тогу – смрад. Что такое хаос? Что такое тьма? Скажите, тьма – это отсутствие света. Ну, условно говоря, да. Да, так мы в жизни понимаем. Но никакого света не было, потому что свет появится только вот сейчас. Вот в следующем предложении, да. «И сказал Всевышний, да будет свет». Значит, света не было, а тьма уже была. С другой стороны, есть такой закон, что в таре времени не существует. Нет раньше и позже. Нет. То, что написано позже, может быть, было раньше и наоборот. В таре есть несколько таких вот законов филологических, так скажем. Одно из них – нет времени, нет раньше и позже. И с этим очень интересно. Есть буква «Вав», такая палочка. «В» – «Вав». Это как буква «И», да. Так вот, эта буква «Вав», эта палочка, она имеет удивительные свойства. Когда она стоит перед глаголом, она разворачивает время в обратную сторону. Допустим, глагол «Иги» будет. «Иги» будет. А «Ва-Иги» было. И это очень интересно, что глагол меняет свою форму на противоположную. Он написан, допустим, стоит в будущем времени, а если перед ним палочка «Вав», он уже глагол прошедшего времени. Вот. И, значит, тьма уже была, а света еще не было. Ну, вы можете сказать, раньше, позже не было. Ну, по крайней мере, по порядку, вот если здесь порядок описывать, то свет возникнет чуточку позже, да. И потом он этот свет, он отделит от тьмы и назовет свет днем, а тьму скажет ночь. Вот тоже вводятся новые понятия. Понятие «день» — это свет. И понятие «ночь» — это тьма. Все это понятия. Мы на самом деле не знаем, что такое день. Не стоит вот слово «день» связывать с тем, что мы имеем день сегодня. Потому что светило-то у нас появится только на четвертый, так называемый, день творения. На четвертый, в четвертый период, в четвертый день творения появится светило и появится день и ночь. Там луна, солнце. А здесь нет ничего. Откуда здесь день? Поэтому слово «день» здесь и слово «день» на четвертый — это, может быть, разные понятия, хотя написано одно и то же. А смыслы абсолютно разные. И потом очень важный момент. Ведь еще ничего нет. Хотя есть, видите, есть земля и небо. Но земля и небо — это некие общие. То есть есть два каких-то начала. Одно называется небо, другое вроде как земля называется. Есть еще здесь хаос, есть тьма, есть бездна. И дальше возникает свет. Зачем возникает свет? Свет в нашем представлении, он что-то освещает. Не было света, может быть, вы сказали, о, не было света, была тьма. Значит, тьма — это тоже нечто конкретное, оно есть. Это не просто отсутствие света. Это что-то такое, что не свет, но что-то такое. И вот этот свет вдруг возникает. А что он, собственно, освещает? Ведь как бы еще ничего не было сделано. Вот первое, что было сделано, — это был сделан свет. И зачем этот свет возникает? Что он освещает? Пока ничего не было на земле, а он уже есть. И почему сказано, что нужно было отделять свет от тьмы? Наверное, тьма как-то плохо действует на свет. Но Раши, комментатор Раши, пишет тут же, что это был свет особый. И этот свет, он был создан, и он тут же был спрятан. Он был спрятан для чего? Для того, чтобы в будущем им наслаждались праведные люди. Значит, он был сделан для того, чтобы функционировать в этом мире. А он был сделан для того, чтобы его спрятать на будущее. Тоже непонятно. То есть, я хочу сказать, что, хочу обратить ваше внимание, что чтение Тары — это очень непростое занятие. Во-первых, получается, что я не могу воспринимать этот текст просто как некий сюжет, в котором действуют некие персонажи. Не могу, это все будет неправильно. Я не могу подключать свое воображение, потому что то, что я буду воображать, я буду воображать, исходя из опыта этой жизни. И это будет очень неправильно. Я не ищу какого-то профита, пользы из того, что я прочитываю. То есть, это не пример для подражания. Я не вывожу отсюда какой-то закон. Я не говорю, что нужно себя вести вот исходя из этого. Я должен вести себя так. Нет. Мы из Тары это не учим. Мы это учим из устного учения, то есть из Талмуда. И тогда вопрос сводится к тому, что я это читаю только потому, что я это должен читать. Вот и все. Это единственная причина, почему я это читаю. И если я верю, что эти слова – это богоданные слова, то, наверное, эти слова – единственное, что связывает человека с Творцом. Наверное, больше ничего не связывает. Когда я читаю эти слова, я в этот момент соединяюсь с тем, кто эти слова дал. То есть, эти слова – это некая лесенка к нему. И если я внимательно читаю и хочу у него что-то спросить, я действительно к нему приближаюсь. Поэтому я так думаю, что нужно относиться к чтению Тары как к способу общения со Всевышним. И если через этот текст я могу к нему приблизиться, я, видимо, и получу ту энергию, тот свет, те возможности, которые позволят в жизни мне быть благополучным. То есть, Тара – это не совсем книга. Это, я бы сказал, инструмент, при помощи которого я каким-то образом соединяюсь со Всевышним. И другого такого инструмента нет у нас. Мы можем сказать молитвы. Да, тоже очень важная часть возможности соединяться с Творцом. Но и они не могут сравниться со словами Всевышнего. И, конечно же, нужно стремиться читать это на иврите, потому что это первозданно. Если нет возможности читать на любом языке, это тоже лучше, чем что-либо, чем отсутствие всякого. Но нужно рассматривать Тару как инструмент, позволяющий человека направить свои стопы со Всевышнему и приблиться к нему. Чем больше вопросов, тем ближе вы находитесь ко Всевышнему. И тем большая польза вам. То есть, надо как бы придираться. Придираться и не понимать, что здесь, как, каким образом. Почему здесь одно, а через несколько слов то же самое слово в совершенно другом контексте написано. Очень важные моменты, когда отсутствует та или иная буква. Вот должна быть буква, а она почему-то ее нет в этом слове. Но это, опять-таки, нужно смотреть только на иврите. И отсутствие буквы начинает говорить очень о многом. И если возможность есть призвать какие-то комментарии, особенно комментарии Раши, Рамбама, Рамбана, это здорово. Потому что эти люди, видимо, проникали вглубь этого текста гораздо сильнее, чем мы. И они нам в какой-то мере помогают увлечься, войти в этот текст. Вот для чего нужны комментарии. Вот с этого я хочу начать, потому что я не говорил конкретно, собственно, о тексте, о смысле. Потому что, понимаете, здесь каждое слово нужно объяснять. Здесь можно взять какой-то кусочек, его пояснить, пояснить, сравнить с другим кусочком. Например, вот я вам заброшу. Вот меня все время интересует. Вот первый день заканчивается. Он открыл свет, отделил его от тьмы, сказал, что свет – это день, тьма – это ночь. И дальше написано «И был вечер, и было утро». «И был вечер, и было утро», «День один». Хорошо, этот текст, он в контексте первого кусочка очень работает. Но почему во все остальные времена тоже повторяется вот этот «И был вечер, и было утро»? Чтобы перечислять дальше дни? Ну, их можно перечислять без этого упоминания, что был вечер, и было утро. Зачем непрерывно, в течение, после каждого периода он пишет «И был вечер, и было утро». Значит, в этом что-то есть. Вот, например, пытайтесь садить на этот вопрос. Так, я хочу посмотреть, может быть, есть какие-то, может быть, конкретные вопросы. Сейчас я пролистаю. Здравствуйте всем, здрасте, здрасте, здрасте. 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 так в чем вопрос что это значит что что такое обрел я человека с богом вернее обрела ну мы понимаем что речь идет до речь идет о рождении до ли ли это спрашивает обрела я человека с богом то есть вот до 1 1 1 р у в н до муры вы обрела я человека с богом что это такое вы меня спрашиваете обрела я человека с богом но здесь ответов может быть масса допустим что в рождении человека присутствует папа мама и всевышний то есть обрела человека с богом что в боге есть часть в человеке сейчас божественного да потому что написана по образу и подобию тоже нужно понимать то что написано написано понимать что он здесь сказал то есть я не очень понимаю суть вопроса но суть в том что в этом вопросе речь идет о лее или когда рождается равен она значит говорит вот я обрела человека с богом по моему ранее что в человеке есть что-то божественное если уточнить вопрос мы можем поговорить на эту тему Что бы ни было сотворенного присутствует в начале. Бог. Вначале Бог присутствует. Но мы не знаем же, что такое Бог. В чем дело? Мы не знаем, что это такое. Вообще, вы видите, слово Бог нет такого слова. Такого слова не существует. Есть только его имена. То есть есть некие проявления кого-то, чего-то. Чего мы не знаем. И мы говорим, что если он творец, то, конечно же, всякое творческое начало присутствует в начале. Если нет некого творческого начала, нет процесса творения. это понятно и все сотворенное имеет свое начало и это начало мы называем творец но мы не знаем что это такое мы предполагаем назовем его разными именами но что это такое мы не знаем так это дни машин скорее всего да дни машин очень много откроется до не знаем что такое дни машин тоже самом деле мы мало что знаем но мы если мы не знаем мы заменяем это своим воображением это слова понятия вводим начинаем верить в это самом деле истинно она скрыта разве PO было написано на иврите да она была написана на иврите изначально изначально она была написана на еврите но это был каин о чем речь идет но это был каин не знаю и был вечер и было утро возможно для того чтобы почувствовать сменяемость движения процесса сменяемость движения процесса сам процесс он возникает только на четвертый день когда возникает тоже возникает утро вечер там возникает там возникает праздники там возникает годы то есть там возникает сменяемость меняемость процесса возникает где-то на четвертый день когда возникает светило и начинается некая динамика вот там возникает сменяемость луна солнце большое малое светило некой перемены возникают на четвертый день значит вот и был вечер и было утро написано и был вечер и было утро не не первый день написано а день один написано казалось бы нужно чтобы было написано был вечер было утро день 1 там весна день 1 почему так ну ладно дальнейшем мы будем об этом говорить конечно какие-то куски историю будем брать разбирать но вот этот факт того что не нужно вот очень фронтально к этой книжке относиться и нужно всегда задавать массу вопросов и понимать понимать что мы ничего не понимаем это очень важный момент и тогда может быть что-то мы и поймем когда мы поймем что мы ничего не понимаем но такой балаган так все движется на парадоксах всего хорошего шаббат шалом и